Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваша общественная телевидение, программа «Городские истории». Сегодня у нас такой будет немножко волнительный для меня личный эфир, потому что творчество группы «Гражданская оборона» это действительно такое вот коллективное, бессознательное, людей моего поколения. И крайне приятно в этой студии приветствовать одного из основателей этой группы музыканта, Константина Рябинова. Константин, здравствуйте! Добрый день! Спасибо большое, что вы пришли. И действительно рад, очень рад вас видеть. У нас сегодня, может быть, такой будет достаточно широкий круг вопросов, и тем не менее начать хотелось бы вот с той истории, которую мы с вами обсуждали, как главную, как магистральную для этого эфира. Панк-молебен, да, пуссирает вот эта вся история. Какие-то ваши впечатления, какие-то ваши комментарии? Как вы узнали о том, вот об этом, обо всем произошедшем, да, и какие были первые мысли, когда вы это увидели и услышали? Честно говоря, не помню, не помню, как я узнал. По-моему, из интернета что-то типа там. Вот. Значит, ну, я вряд ли скажу что-то новое. Какое-то, может быть, оригинальное. Но об этом говорено уже много и сказано, и это обсуждается, и будет обсуждаться. Вот, значит, само представление, да, действие, ну, представление, форма того, что вот они совершили, это панк-молебен называется. Значит, ну, мало кому это понравилось, мне это тоже не очень понравилось. Ну, вот качество вообще самого, художественное качество, вы довольны? Да, художественное качество, конечно, очень оставляли, так сказать. Я не знаю, они готовились к этому или не готовились, наверняка готовились, может быть, не очень хорошо готовились. Ну, наверняка это было подготовлено, в общем, и сценография какая-то. Ну, само по себе это как-то мало профессионально, понимаете, то есть, не то, чтобы некрасиво, а как-то не очень. Ну, это известно. Слабовато. Слабовато, да. Ладно, это само представление. Вы сейчас о музыкальной стороне или о визуальной стороне вот этого процесса? О визуальной? О визуальной. О визуальной больше. Потому что в музыке есть что-то там как-то не очень что-то. Может быть, качество записи такое было? Ну, вот, потом, значит, сама форма, да, это форма, содержание. То есть, панк-малибин, но это называется панк-малибин, теперь это называют панк-малибин. Хорошо. Ну, это они назвали так. Ну, да. В общем, это не обиходно еще, никто не говорит, что есть такой жанр панк-малибин. Вот они назвали это так. Ну, правильно. Это молитва, значит. Это обращение к Пресвятой Деве по поводу, мол, Путина прогони. То есть, избави от супостата, яви милость. Как бы, так сказать, это прогони Путина. То есть, избави от зла, от всего персонифицированного зла. То есть, это молитва, может быть, в отчаянии это все произошло. Но если это имеет форму молитвы, тогда это не грех, это отчаяние. То есть, вот так. То есть, опять, получается, что это дело политическое. Потому что тут уже Путин. А это, ну, никак не призыв к свержению власти. Потому что это обращение, вообще, так сказать, к Богородице, получается. Другое дело, что это все происходило в пределах алтаря, там, вообще нельзя. Это, конечно, нельзя. Но они, по-моему, извинились. Они же извинились за то, что, если кого-то затронули какие-то чувства верующих, то они за это извинились. Вот. А вообще, на Ваш взгляд, вот это вот, почему вот это обращение, да, к высшей какой-то силе оказалось в таком политическом поле? Вот это только одна ключевая какая-то фамилия, да, прозвучившая? То есть, ну, если церковь используется как агитпункт для вот... Ну, встроенной в структуру управления государством. Да, да, да. Ну, то есть, так получается, что вот как-то мне случилось, это... Это мне стало, потому что я... не хожу в храмы московской патриархатом. Не участвую в службах. А как давно это произошло или это вообще никогда? Нет, давно уже, я, по-моему, в третьем году как-то довелось в медицинском институте проходить, ну, там, проверку как-то, медицинское там. И такая, значит, какая-то тетенька такая, видимо, она там лежала, там, значит, и ходит по коридору и разговаривает с мамой, ну, в пижавель какой-то там, вот, одежда, то есть, она там лежит. Вот, мама на последней службе, батюшка сказал, что нужно голосовать за Единую Россию. В 2003 году? Да, по-моему, да, 2003. Мама, надо, за Единую Россию надо голосовать. И батюшка говорит, что за Единую Россию надо голосовать в храме. Ну, проповедь. Ну, слово пастыря, видимо, было. Ну, что, я думал, что у нас церковь и государство делено всегда. Казалось, что нет. Так получается. Или как получается? Да, да, да. И тогда это получается, ну, тогда политическая... Владимир Владимирович Кутин обиделся, ну, как же, прогони, ну, что ж такое. Так старается, все силы уходят. На гураться и испорчение. Да, на истребление всего зла и русского народа тоже. А тут вот, то есть, прогони, ну, что-то. То есть, да, но это было бы все... Вообще не стоит выеденоваться, но это же стало обрастать всякими колоссальными этими глупостями. И глупость, так сказать, на глупости. Хорошо бы они это все замяли, но им же хорошо бы и было. Но это же достигло размера, это уже планетарного такого уровня. То есть, это в любом случае это вошло в историю уже. Понимаете? И такие западные агенты, как Пол Маккартни, да? Да. Тоже подключились вот эти вот... И весь, значит, все прогрессивное человечество, Пол Маккартни, там, Редко Чилипепис, Мадонна, Йоко Оно, Йорк, Стинг, по-моему. Стинг, да. Вот. Все подключились. То есть, христиане, но не православные. Угу. То есть, там, по-моему, большая часть христиан составляет все-таки католики и протестанты. Ну, вот как теперь будет выглядеть вот все, что происходит в России? То есть, девушки поют про то, что... То есть, молятся уже про то, что прогони Благородица Путина. Угу. Вот. Их начинают преследовать. То есть, дремучий московский патриархат начинает в сговоре, или не знаю, кто с кем сговорился, в сговоре... Да, там сложно определить достойно. Да, с властью, значит, начинают гнобить, натурально мучить, судить по несуществующим каким-то статьям. То есть, я не знаю, есть такая статья или нет, я не знаю, я не понимаю. Ну, короче говоря, вот эта вот вся история, она достигает таких размеров, что... Ну, статья-то есть, только другое дело, что... Ну, там пятна отсюда, наверное. Да. Ну, и вот эта вот дурь московского патриархата, так сказать, ну, иначе не назовешь. Слушайте, ну... Приводит к тому, что парадоксальным образом эти девушки превращаются в новомучениц. Да, есть такой действительно момент, особенно я вспоминаю вот это вот последнее обращение, значит, Надежды Толоконникову. Это уже, конечно, что-то такое из истории вот нашей хрестоматильной сразу же вспоминается, да, вот там писатели на каторгах, там письма, философские письма из тюрем, да, вот в общем параллели некие такие есть. И потом, это первый момент, а второй момент, что мы живем в таком активном информационном поле, что, в принципе, для того, чтобы заявить о себе и как-то выделиться, да, нужно что-то экстраординарное. И вот им это удалось, то есть фактически начинается уже даже в каком-то смысле брендирование, пусть сирает, да, там начинаются, они, в общем, превращаются в звезд, сначала звезд интернета, сейчас, в общем, уже в звезд планетарного масштаба, да. То есть, получается, что вот это вот раздутое, в общем-то, пламя, оно, оно, в общем, я извиняюсь, может начать и работать против, там, церкви, например, против ее авторитета. Пусть против московского патриарха, это точно, потому что, ну, вряд ли против всего православия. Ну, тем больше, там есть люди, которые, допустим, выходят из церкви в несогласии с этим конкретно приговором. Есть такие, я читал, по крайней мере, эти письма. Ну, да, ну вот, да, то есть, но часть народа богоносца начинает вот изощряться в придумывании наказаний, как то посажение на кол, или, допустим, сожжение, ну, то есть, вот, такая активная, самая богоносная. Давайте говорить так, что все-таки пока до этого вот конкретно еще не дошло, естественно, да, но... Ну, да, сначала думали, что они сидят, чтобы их в тюрьме держат, чтобы их не растерзал богоносец. Мало чего. Защищают от народа. Ну, да. Вот. Потом все это уже превратилось в то, что уже никак не скроешь, ну, что уже обратной дороги, видимо, не было, и теперь им дали, сколько там, два года. Я думаю, в надежде, может быть, на то, что через два года забудут. Ну, это не забудут. Вряд ли забудут. Забудут кто, вы сейчас говорите? Ну, забудут, не знаю, но общество. Ну, забудут общество, так, где-то там что-то два года назад. А вот эти вот призывы покаяться в эфире Первого канала. Это человек из закона, да? Нет, конечно, не надо. Один принесли уже извинений. Зачем перед Пимановым еще извиняться? Ну, да. Слушайте, да, но вот по поводу самой акции я бы хотел все-таки вернуться. Да, вы говорили о том, что не такое там качественное музыкальное сопровождение, визуальное тоже. Хотя вот, наверное, Надежда Лаконникова, если бы она была без маски, все-таки она достаточно красивая женщина. Да, вот есть какие-то, я сейчас извиняюсь опять за это слово, каноны, каноны вот у таких вот мероприятий. Ведь вы человек, который, в общем, ну, имеете, давайте так говорить, прямо некоторое непосредственное отношение к панк-культуре как-то. Да, ну, я вот сейчас ходил, думал, это имею отношение к панк-культуре или не имею отношение к панк-культуре. Я думаю, что имеете. Ну, какой-то да. Началось еще с того, что вроде бы это все был панк. Ну, потом сказал, что я все-таки больше тяготею к авангарду, к такому. А если говорить про вот это, пофиграю, ну, это прецедентно. Ну, и такого не было, не знаю, еще. То есть, это что-то новое действительно, да? Ну, конечно. В этом движении, да? В этом движении, да. Ну, это панк или я не знаю, или не панк, там есть же, ну, такой. Панк-канонический панк. Угу. Суцкистовский панк. Их британский панк. Угу. Есть панк 50-х годов. Гараздный есть. А вот, да. Английский. А вот если это сравнивать, действительно, с тем, что было сделано, ну, вот, с тем, что делали там, ну, скажем, 80-е годы, вот, вы, ваши сподвижники, сторонники, и, в общем, какие-то есть параллели, или это действительно что-то такое, какое-то качественное, новое что-то? Слушайте, ну, я не знаю, я вот, к стыду с вами не ознакомливался еще с какими-то их... Другими акциями. Ну, еще с какими-то другими произведениями. Ну, там в основе, в любом случае, лежит протест. Ну, конечно, ну, ужас панк. Это, вот, может быть, какой-то главный, наверное, критерий, то, в чем часто обвиняют и их, и вообще там, там, каких-то вот панк-представителей, деятелей. Что это такое протест ради протеста? Вот вы сами как бы это объяснили людям, которые, может быть, далеки от этого? Что это за культура такая панк? И в чем ее, может, какая-то соль? Самое главное. Панк, понимаете, то есть... Сложный вам вопрос. Для меня панк, так это вообще, я не знаю, например, фильмы, ранние фильмы Джона Уотерса, вот, разве не панк, или, например, Альберт Айлин, на мой взгляд, тоже какой-то панк. Ну, то есть... Ну, что это? Это самое главное? Это какой-то протест? Панк, панк, панк. Вот, панк-молебен. Есть обычный молебен, а есть панк. Ведь это тоже, в принципе, тоже молебен. Ну, такой вот другой. Не знаю, ну, это же искренний, я думаю, хочется думать, что они же это искренний, панк это же искренний, это очень искренний. Такое выворачивание всего, всего, ну, утра, вот, откровенное такое. Ну, значит, это, ну, то есть, панк. То есть, вот эти, вот, основная черта, это искренность, и это вот такое, вот, действительно, демонстрация без каких-то... Без, вот, без, вот, без, без оглядки. Какие-то там эти, аранжировочки, можно и без них обойтись совершенно спокойно, главное донести их суть. И здесь это произошло, на ваш взгляд? На мой взгляд, произошло. А еще какие-то, вот, не знаю, современные какие-то люди, кто еще этим занимается, вот, сейчас? И кто-то, может быть, вам интересен в этом аспекте, вот, культуры? Да что-то я как-то сразу-то и не скажу. Таких... Нет панка, да, больше? Таких ярких, каких-то захватывающих. Ну, все как-то, ну, панк, вот, такой вот, канонический, если можно так сказать. Ну, есть же там тараканы какие-то, я видел, вот это вот. Ну, тоже панк. Но, мы-то, когда начинали, мы не знали, но это все потом превратило в это некое такое, совершенно особенное, это сибирский панк. Вот. Инструкция по выживанию, кстати, вот это, да, мне очень нравится. Роман Владимирович, не умой его, очень уважаю. Вот, такой еще вопрос тогда, а... А если бы он здесь был, он бы был, наверное, моим бы, как это называется, антиподом. Угу. Потому что, потому что он, скажем так, скорее, вы имеете в виду поддержку, вот, православный такой, да, какой-то, каких-то моментов, да? А вот если рок-музыканты, да, в общем, тоже, в каком-то смысле, тоже культура протеста, да, вот, и сейчас это присутствует, когда они уходят в некое такое вот протестное направление. Ну, яркие примеры, это Шевчук, например, тот же, да, Барзыкин, в общем, люди, которые достаточно активную политическую, гражданскую позицию выражают, да, уже тут даже, что греха таить, даже, значит, лидер группы Сплин, там, например, тоже уже разразился, там, какими... Ну, вот это я не знаю, а Шевчук, он поэт, ну, он же поэт, больше, ну, нет, ну, у него замечательные песни есть, музыка хорошая. Ну, вам это близко, вот такой вот, вот такой уход гражданский, в социальный, в политический протест? Ну, он, если бы он это делал только посредством песен, он же говорит, он, он же рассказывает, он же, ну, такой, трибун. Трибун, да. Ну, вот, то есть он не молчит, ну, нормально. Потом этот знаменитый разговор с Путиным, тоже состоявшийся, да, такой, в общем-то, тоже напрямую. За который потом уже стало стыдно Ле Хиджака, вот, он написал, почему я не поддержала Юрия, вот, так сказать, вот, поддержали, сидели и молчали. А вы сами, вот, как-то вас в эту сторону не тянет, в сторону вот этих вот гражданских каких-то социальных протестов? Ведь последнее время в нашей стране это время, в общем, обострения вот этой социальной обстановки и политической тоже, когда на протяжении довольно длительного периода выходили на улицу большое количество людей, вот, для вас, как для человека, который когда-то, в общем, тоже, ну, я не знаю, в каком-то смысле, но протестовали вы против того советского государства, грубо говоря. Вот сейчас такого желания нету. Ну, если бы меня приглашали на какие-то, вот, такие протестные акции в качестве музыканта, я бы, думаю, конечно, я бы согласился. Но поскольку я такой образ жизни веду не очень публичный, может быть, я этого, может быть, сил пока нету, может быть, накоплю еще. Вот так я, конечно, не то, чтобы с удовольствием, но в том смысле, что я бы, конечно, бы, поучаствовал. Получается, интересно в этом, да? Да, интересно, конечно. Слушайте, а вот... Ну, этого же не происходит. Происходит. В Москве, по-моему, кто-то там что-то такое. То есть масштабы не те еще, да? Ну, это такое вот, да. Они там сами по себе. Вот эта вот их самость по себе, это, конечно, может быть, это может и раздражать всю остальную часть народа. Потому что, конечно, такое какое-то любое движение должно иметь поддержку людей. Вышли, нормали, живу. Бунт горожан, бунт среднего класса, бунт москвичей, бунт состоятельных, в общем-то, людей. Да, в общем-то, не очень бедных людей. Ну, наверное, да. Это не совсем то, что хотелось бы. А если проводить какие-то параллели, вот, да, с тем государством, в общем-то, в котором начинали свою вот такую вот музыкальную, да, и панк деятельность. То есть вы, вот, два государства, СССР тогдашний, теперешняя вот наша страна, да, есть какие-то действительно параллели, что-то общее есть? Потому что, в общем, с одной стороны, вроде как понятно, что это две такие, в общем, абсолютно разные системы, да. А с другой стороны, вот, вспоминая вот это вот неадекватное наказание для пуссера, это какое-то общественное осуждение. Мракобесие. Вот. Последовавшие за этим ужесточение законодательства в области, как интернет, ну, цензура, как в интернете, так, в общем-то, и на телевидении, хотя это, на мой взгляд, вот, то, что происходит, это, конечно, тоже несостоятельная такая, в общем, вещь. Вот, как-то, действительно, эти параллели есть. Мы вообще в какой стране-то живем? Все в той же или в другую? Не, ну, понимаете, в той стране, если детям до 16 лет нельзя было в кинотеатр идти? То нельзя было. То и не пускали. Угу. Вот. А сейчас, если будет написано, не пустят, пустят, платите деньги и делайте, что хотите, так получается. Ну, нет, ну, как-то принципиальная разница, да? Ну, какая-то мораль же была, хотя бы, так сказать, кажущаяся там. Не, ну, не допускали, да, каких-то, вот, кстати говоря, запрещают то, что и тогда, в принципе, запрещают. Угу. 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 Ну, тут вы правы, да, действительно, если в программе передач, как бы, налеплен значок, там, 16+, то это еще не значит, да, что это не могут посмотреть дети до 16. Ну, так вот, в этом и ей, вот, в этом и заключается вот это вот ханжество. Это лицемерие, это гнусное лицемерие просто. Вот, вот, как это называется. И никак иначе. Угу. Слушайте, ну, вот, тогда такой вопрос, а что делать? Вот, по мере сил, да, каждый из нас ведь пытается как-то это поменять, эту ситуацию вокруг себя, вот, не знаю. Да, вы, ну, я так просто знаю, что принимаете участие, ну, не знаю, вот там, в эко-фестивале, например, да, то есть, ну, грубо говоря, куда-то вот эту энергию, активность в какое-то, может быть, позитивное русло направлять, может быть, на какие-то конкретные проблемы, да, вот. Как менять вот эту ситуацию вокруг себя понемножку, пошагово или каким-то таким действительно открытым, откровенным, горячим социальным протестом? Ну, вот, видите, до чего подводят протесты? Два года дали. Нет, ну, это, конечно, не страшно. Просто, ну, людям ваши закалки не привыкали. Может быть, они не до конца продумали, понимаете? То есть, может быть, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот нечто большое, протестное, может быть, надо было как-нибудь поделать. Поделить или нет? Нет, наверное, да? То есть, нужно было все вот это вот это вот. Выплеснуть. Выплеснуть именно так, как было сделано. Так получилось. Ну, а вот вы сами, сами, вот еще раз все-таки возвращаясь, действительно, что сейчас происходит в творчестве, какие планы, чем вот вы конкретно собираетесь заниматься? То есть, просто понятно, что то, что вот происходит, не устраивает, да, я так понимаю, вас? Вот какие ваши личные в этом смысле инициативы продолжать заниматься музыкой тем, что занимаетесь? Ну, да, да, вот это вот, да, как это не покажется, это может быть, конечно, мелко, может быть, это не очень убедительно. Ну, я пока занимаюсь только вот тем, чем занимаюсь. Да, я пишу музыку. Вот. Редко, но езжу на гастроли. Вот как-то так меняете мир, да, вокруг себя, грубо говоря, правильно я понимаю? Ну, мир вокруг меня небольшой, он же не очень большой. Я вот замечаю, что люди, которые меня окружают, вот как-то художники. Кстати говоря, надо будет, наверное, связаться с Григорием Ющенко, знаете Григорием Ющенко? Вот он более в этом смысле полезен. Вот что же вот, что про него сказать? Скандалист, да? Но все равно, ну, то есть, в чем задача, допустим, я-то всегда видел свою, допустим, задачу, это все-таки не оставлять в покое. Человеческий разум, мозг, то вот это вот, да. К сожалению, Константин, время наше вот выходит. Еще раз вас благодарю за то, что вы пришли, благодарю за то, что вы поделились этими мыслями, этими чувствами. Напоминаю, что сегодня в гостях был Константин Рябинов, музыкант, один из основателей группы «Гражданская оборона». Это были «Городские истории». До свидания, увидимся.